Сейчас я хочу показать, как разворачивать свой GitLab на DigitalOcean. Я захотел перенести на DigitalOcean свой GitLab. И раньше в DigitalOcean, я помню, что был такой раздел, как OneClickApplications, где ты мог в один клик поставить GitLab. Но сейчас там, во-первых, нет GitLab Community Edition, а есть только Enterprise Edition. И, во-вторых, он не работает. Дроплет. Не знаю почему, но у меня никак не получилось его поставить. Постоянно вылезала ошибка. И я не знаю, с чем это связано. Возможно, то, что они совсем недавно поменяли эти дроплеты. То есть там сейчас написано, что до 27 февраля, по-моему, был дроплет от DigitalOcean, а сейчас там дроплет от GitLab, собственно. И не знаю, почему-то он не работает. С докером у меня тоже что-то не получилось. Поэтому я вообще самый стандартный способ взял с GitLab, с официального. И покажу, как устанавливать просто на обычный дроплет Ubuntu, если вдруг кому-то это нужно. Также, если у вас нет аккаунта на DigitalOcean, вы можете юзать мою рефералку. И вы там получите 100 баксов на аккаунт. Я получу 25 баксов. Так что, кому интересно, смотрите. Во-первых, когда вы будете создавать дроплет, создавайте как минимум с 4 гигабайтами оперативки. То есть там он стоит, по-моему, 20 баксов в месяц. Если вы создадите меньше, то у вас ничего не получится. Я уже пробовал. Он выдает ошибку, что не хватает памяти. Так что первоначально идем в аккаунт DigitalOcean, создаем дроплет. Давайте я это тоже буду показывать вам. Нажимаем на кнопку Create. Дроплетс. Я буду ставить это на Ubuntu 18.04. Вы можете выбирать то, что угодно. Фактически, минимальный дроплет, который может быть использован, это вот за 20 баксов. Так что берем его. Также у DigitalOcean есть проблемы в том, что... Но это не у DigitalOcean проблемы, это у нас проблемы с вами в России. Из-за того, что ситуация была с тем, что Telegram блокировали и блокировали все подряд адреса. Сейчас много айпишников DigitalOcean, они заблокированы. Также, например, не работает Nextcloud из-за того, что он юзает DigitalOcean-овские айпишники. И, короче, если вы будете создавать какой-то дроплет, и он не работает, вы не можете зайти на него по SSH, он не пингуется, то вы просто... Нужно будет создавать заново с другим айпишником. Другого выхода я даже не вижу. Так, ну все. Добавляйте свои ключи, которые вам нужны. Обзывайте свой дроплет так, как вам хочется. Ой, я его назвал GitHub. Короче, надо было назвать GitLab. После того, как он сейчас создастся, мы копируем айпишник и заходим на него по SSH. Ну вот, собственно, мы столкнулись как раз с этой проблемой, что SSH не отвечает. Вот как раз нам придется переделывать дроплет. Нам нужно будет сейчас удалить его и создавать заново, потому что, судя по всему, айпишник заблокирован. Да, у нас ничего не отвечает. Делаем дроплет заново. Удаляем тот, создаем новый. Так, у нас создался новый дроплет, так что пробуем зайти сейчас на него. Вот, теперь у нас все хорошо. У нас сразу он определился. Пишем Yes и заходим. Так, ну все. Можем прям копировать все из моего блога, все команды и потихоньку начинаем устанавливать. Для начала обновляемся. Понимаешь. Вот так вот мы. Ещеней knees будет. edy. Дая, dai, 청ает. У нас выскочило окошко, и нас спрашивают, какую версию использовать SSH-конфига. Я всегда выбираю использовать версию мейнтейнера, так что выбираем ее. Теперь устанавливаем все зависимости, которые будут использоваться дальше. Мы будем, например, с помощью VGET качать сам GitLab из репозитария. Так, у нас спрашивает, как SMTP будет отправлять email. Короче, выбираем интернет-сайт здесь. И сюда мы вводим, с какого домена будут отправляться email. Я буду использовать домен, у меня, по-моему, есть домен bfg.dev, а вы используйте просто свой какой-нибудь домен. Теперь мы скачиваем, собственно, наш GitLab. И устанавливаем его. Мы устанавливаем версию CE, это, значит, по-моему, Community Edition. Есть также версия Enterprise Edition. Я так понимаю, что она для компаний, я не знаю, чем они отличаются, но я использую для собственных нужд, поэтому я устанавливаю версию Community Edition. Но, опять же, я сильно не гуглил, чем они отличаются. Вообще не гуглил, чем они отличаются. Все, нам скрипт сказал, что GitLab установлен, но не сконфигурирован, поэтому нам нужно изменить в конфигах. Самое главное – это наш URL, который будет нам использоваться. Поэтому вводим вот эту команду и ищем… А, вот он в самом начале, строчка External URL, нам нужно изменить ее на свой адрес. Все, сохраняем и выходим из файлика. Так, нет, я неправильно отредактировал. Там GitLab, а я хочу, чтобы это было просто git.bfg.dev. Поэтому я уберу Lab. Нам нужно теперь установить Let's Encrypt. Это просто копируем команду. Так, теперь смотрите. Перед тем, как запускать следующую команду с Let's Encrypt, нам нужно добавить наш домен в DigitalOcean и привязать его к дроплету, который мы только что создали. Поэтому идем в DigitalOcean, во вкладку Networking и вбиваем сюда наш домен, который у нас есть. Теперь нам нужно добавить две записи. Одну для bfg.dev и вторую для git.bfg.dev. Все, это должно сохраниться. Все, теперь копируем эту команду. Сейчас нам должны выдать наш сертификат. Так, ну все, готово. Нам написали, что congratulations. Теперь нам нужно создать папку и создать ключ. Так что копируем дальше команды. Так, что-то быстро он создался. Ну да ладно. Теперь мы изменяем права на эту директорию. Так, все. Теперь мы можем изменить прежний конфиг с HTTP на HTTPS. Так, я забыл. Нам надо также в этот же файл еще вставить в конце блока NGINX несколько строчек. Так что опять открываем его. Также в конце блока NGINX и до блока GitLab Logging просто копируем вот эти четыре строчки и вставляем их сюда. Здесь укажите свой домен вот в двух местах в средних строчках. Все, сохраняем файлик, выходим. Теперь нам нужно переконфигурировать наш GitLab. Сейчас это будет делаться долго. Команда долго очень делалась. Я даже успел себе сделать кофе, но похоже она зависла, потому что я ее перезапустил и она сделалась довольно быстро. Нам осталось сейчас включить файрвол. В Ubuntu есть файрвол какой-то стандартный, который называется UFV. Он конфигурируется довольно просто, намного проще, чем IP tables какие-нибудь. Так что включаем SSH, HTTP, HTTPS и запускаем сервис. Ну и проверяем, работает ли он или нет. Ну, в общем-то, все хорошо. Теперь заходим, собственно, на наш гид. Он должен быть у меня вот по этому адресу. Все, GitLab развернулся. Теперь он просит у нас пароль задать. Давайте зададим какой-нибудь. Так, нам нельзя 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давайте 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Все, теперь мы можем зайти под пользователем root и под тем паролем, который мы задали. Давайте попробуем. Все, готово. Теперь не забываем в GitLab добавить SSH ключи, GPG ключи и включить двухфакторную авторизацию. Ну, в общем-то, все, готово.